Любопытство, азарт и роботы. Три кита современной робототехники. Юные мурманчане из политехнического лицея удивляют своими техническими изысканиями и ноу-хау, посмотреть на которые пришел Андрей Сысоев. Подводный аппарат, квадрокоптеры и специальное программное обеспечение представили воспитанники Мурманского политехнического лицея на Всероссийской Олимпиаде. Все эти чудеса современной инженерной мысли сделаны руками старшеклассников, но некоторые лицеисты идут еще дальше. Например, Роман Симоновский вынашивает идею создания специальной медицинской программы. Один из идей — это мой проект, это диагностирование заболеваний легких по рентгену и компьютерной томографии. Я планирую это внедрить в медицину. Сейчас, наверное, это просто как концепт, но в дальнейшем я хочу, чтобы диагностировали заболевания с помощью моей программы. Придером Олимпиады стал Егор Баторгин, ученик 11-го класса, чей проект вышел в финал испытаний. Техническое состязание было организовано во Владивостоке. Проект связан с подводной робототехникой. Задача была так, чтобы робот проплыл по определенным меткам, которые находятся над ней, и состыковался со станцией, которую мы сами тоже собрали. Глава Мурманска по достоинству оценил победу юных конструкторов, отметил заслуги преподавателей Мурманского политехнического лицея, особо подчеркнув важность прикладного значения исследований лицеистов. А основная тема – это транспорт, что очень важно для нашего города. Причем в самом широком диапазоне. От технического перемещения грузов и заканчивая программным обеспечением логистических проблем. Вот это вот все они делают, и, конечно, это замечательно. Андрей Иванович выразил надежду, что по окончании учебы в вузах ребята вернутся домой. Здесь их инженерная квалификация точно пригодится.